Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал Футбола Тажин, и это продолжение нашей карьеры за канал. Итак, сегодня у нас интересный выпуск, сегодня мы заканчиваем месяц апрель. Будет у нас сегодня, я так посчитал, 6 матчей, это не так уж и много. Я надеюсь, никаких матчей здесь уже не будет добавлено, потому что у нас в следующем месяце в мае, 2 матча всего лишь. Но если мы обыграем, как я понимаю, в полуфинале Челси, то, естественно, финал поставят где-нибудь в мае. Вот будем на этом и надеяться. Самый серьезный матч, это вот у нас против Нотингема Фореста, которые сейчас идут именно первыми в нашем чемпионате, в чемпионшипе. Фулхом они немного осадили, и Фулхом идет сейчас на второй строчке. Так что против Фореста будем играть точно уже первым всталом, ну и против Челси. Вот, также давайте в каждом выпуске в начале будем смотреть ситуацию, которая происходит у нас сейчас, на данный момент. Мы идем на седьмой строчке. У нас сейчас матч в запасе, мы обыграем, если Лутон, то мы обгоняем Нидлсбро. У нас будет 77 очков при победе, и тем самым мы попадаем на шестую строчку, и тут еще и недалеко до четвертой строчки. То есть, вы понимаете, здесь минимальное практически отставание, вот уже на третью там тяжело попасть будет, но тем более уже за чемпионство, чего тут говорить. Идем мы дальше. Кубок Англии у нас либо в финале будет Эвертон, либо Тоттенхэм, будет это интересно. Но мы все-таки уже выбили Манчестер-Сити в четвертьфинале, поэтому, мне кажется, нам не доставит такого труда в финале встретиться с Эвертоном, к примеру. Но Тоттенхэм тоже серьезный соперник, так же, как и Челси, это очень серьезно. Хоть и у Челси сейчас ушел Эда Назара, лидер основной, все равно есть там Нгола Канте, Жиру, Абрахам, много интересных молодых, причем футболистов. Кубок Карабао здесь выиграл Ливерпуль, как раз Тоттенхэм снова может попасть в очередной финал английского кубка. Но Тоттенхэм очень давно не выигрывал трофеи, и вот сейчас тоже у них не получилось, даже дошли его до финала. А здесь еще нету, это предсезонный турнир, суперкубок вы видели, ну и здесь, не знаю, смотрели мы или нет, я не знаю. Ну давайте все по четвертьфиналу уже на данный момент. Манчестер-Сити-Барселона, Бавария-Тоттенхэм, Атлетика-Мадрид против Реала, Интер-Ливерпуль. Интересный здесь матч, это Манчестер против Барселоны, Атлетика-Реала, наверное, ну и также практически равная игра будет, наверное, между Интером и Ливерпулем. Вот это будет интересно посмотреть. Ну и здесь у нас четвертьфинал Лиги Европы, Франкфурт, Галтасарай, Лацио, Гладбах, тоже интересный хитов и МЮ, все понятно. Спортинг, Челси, кстати, Челси, вот дошли до четвертьфинала. Пока что Лиги Европы, скорее всего, пройдут и до полуфинала. Ну, посмотрим, как мы будем играть против, получается, четвертьфиналисты Лиги Европы. Но мы все-таки обыграли четвертьфиналисты Лиги Чемпионов в Сити, которым будет тяжело сейчас противостоять против Барселоны. Против Лутона мы будем играть вторым составом, кстати, вы увидели во втором Ефремова, потому что Матвей Мишин набрал 70-й рейтинг. И тем самым мы его подняли в первый состав. Пока что никаких изменений я не делаю, как вижу, все примерно одного так и остались рейтинга, поэтому ничего менять я пока что не буду. Будет играть пока что до тех пор, пока кто-то не повысит рейтинг, обгонит кого-то, тогда уже точно придется менять. Играем мы в домашней форме, они тоже. Вот он наш состав. Ливень еще на стадионе. Поехали. Итак, важный матч, хоть и соперник нам попался легкий из низа. Турнирной таблицы, но нам обязательно нужно выигрывать, потому что надо нам заходить в шестерку и держаться там, чтобы попасть в раунд, так сказать, стыков, раунд плей-офф чемпионшипа. И побороться, я так понимаю, за одну единственную путевку. То есть четыре команды и только одна из них попадет в премьер-лигу. Я надеюсь, что это так работает. Вяткин на Скворцова. Скворцов, опа, а вот здесь уже и пенальти отлично, мы успели отдать передачу. Скворцов замечательный. Я вообще ложный замах делал, но сама игра сказала навесить на Ефремова. Скворцов подает желтую, получает игрок Лутона. Здесь очень все грамотно. Скворцов будет бить у нас, я так понимаю, до пенальти. Но вы знаете мою тактику. Баты вроде не должны по ней действовать. И мы забиваем. Даже хоть и ждал голкипер до последнего, дотянуться он все равно не смог. Коронный пенальти. Паненкой в левый верхний угол. Залетает отлично. Очередной гол я так забиваю. Пока что еще ни разу не промахивались мы вроде. Ну, замечательно. Вот здесь. Вот он мог сейчас. Он действительно прочитал, куда мы будем бить. Что это Паненко он остался по центру. Здесь действительно мог. Но все-таки не хватило немного ему прыжка. Ну и Скворцов забивает очередной свой гол. В чемпионате. Восьмой уже на его счету. И мы выиграем пока что 1-0 на выезде. Подача. И Казанский снова не пускает мяч. Нет. Все-таки Мпанзу забивает. Кривохарченко не смог потащить. Я решил уже под конец сезона вроде как Кривохарченко рейтингом одинаковым, как и Долгня. Поэтому я решил, почему бы и нет. Пусть он играет во втором составе. 76 у него рейтинг. Но вот такие все-таки все-таки все равно курьезные моменты. Залетает. Здесь хорошо Казанский сыграл. Здесь неудачно Ефремов сбросил. Прямо на ногу Пели Рудок. Мпанзу забивает второй гол. Скворцов. Хорошо отдает на Баумгартнера. Баумгартнер входит в штрафную. Подает. Меламед головой забивает. 2-1. 2-1 голевая от Баумгартнера. Буквально сразу же мы выходим вперед. Благодаря голу Миши Меламеда снова этот гол. Снова этот футболист забивает. Замечательно сыграл сейчас Миша. Выпрыгнул в нужный момент. Забил головой. В прошлом выпуске он тоже в очень важном матче. Когда мы боролись за шестую строчку, он тоже забил. Может быть и это будет решающим голом. Но все равно Баумгартнер замечательно здесь нашел. Пролетел мимо шестой номера обороны Лутона. Ну и Миша Меламед замечательно завершил атаку ударом в противоположный угол от Вратаря. И забивает очередной гол. Третий, наверное, его гол. Да. Третий гол в чемпионшипе. Скворцов замечательно. Это его шанс. Сейчас 3-1. Скворцов забивает. Второй гол в этом матче. Лутон поплыл. Очередной гол Скворцова. Это отлично. Теперь мы точно не упустим свою победу. Хорошая передача здесь получилась. И в касание пробивает Скворцов. Девятый гол его. Ну, за сезон это хороший результат. Свисток арбитра. Мы побеждаем на выезде со счетом 3-1. Дубль Скворцова и гол Меламеда нам приносят 3 очка в копилку. Сейчас мы должны попасть в топ-6. Матч мы свой доиграли. Скворцов лучший игрок матча. Скворцов сегодня стал настоящим героем. Да, он забил два мяча. Сыграл прекрасно. И идем мы дальше. В этот раз обыграли Лутон. Значит, мы проигрывали Лутону. Вот, отыгрались. Просто он всегда выигрывает, скажем. И все, на этом заканчиваем. После матчевую конференцию. Козлова говорит, очень жаль, что мы его не выпустили. Продолжаю упорно работать. И Кривохарченко благодарит за то, что мы его выпускаем. Ну что ж, вот мы на шестой строчке. Сейчас действительно все замечательно у нас. Два очка у нас стоят до четвертой строчки. Одну очку лидерства. Масаковский чувствует, что растет. И что? Масаковский тоже хочет зарплату себе повысить. Что у нас вообще тут по деньгам? Давайте попробуем. Я ничего не хочу. Вот так вот просто сделаем. Но я все равно не смогу ничего просто сделать. Мы зайдем в составы. Буренков. И. Так. Я могу сейчас вот сделать. Трансер. Центр трансер. Кого мы выставили на трансер. Вот. Эти в аренду. Буренкова никак нельзя снять. Потому что он хочет именно зарплату повысить себе. Но мы ему только недавно переподписали контракт. Так что я не понимаю, зачем они тогда подписывали. А. У Масаковского контракт заканчивается. В общем мы не успели с ним даже переподписать. Так что это замечательный сейчас вариант переподписать с ним. Это единственный. Да. Масаковский единственный остался. Так что все. Сейчас мы переподпишем с ним контракт. Как раз он у нас нас насчет зарплаты попросил. Это хорошо хотя бы с ним. Сейчас уладим все. Надеюсь у нас. Ну деньги должны у нас хватить. Ключевой игрок. Прекрасно. Насколько? Три года мне кажется пойдет. Да. Соглашается агент. Без отступных. Это мы тоже соглашаемся. Ну и зарплата. Так. Контрпредложение. Исключаем бонус. Подаем предложение. 13 тысяч пойдет. Принимаем. Все. Попробую сейчас переподписать с Буренковым. Я надеюсь что получится. У Волы кстати тоже фотография теперь появилась. Вот такая вот. Ну вообще более менее это хотя бы похож. Издалека. Буренков переговор. Нельзя. Потому что я уже продлил. Вяткин. Вот вообще не похож. Миламед. Нет. Бомгартнир. Своей. Вазян здесь. Остальные. Фоток больше только нет. Ну это интересно. Так сказать. Разблокировали новых персонажей. Вот. Сегодня у нас матч против Хадрисфилда. Они идут там пониже. Очень даже пониже. На девятнадцатой строчке. Вылетает три команды. Так что. Три команды вылетают. Три команды повышаться должны. Я правильно так понимаю. Потому что в премьер-лиге тоже вот. Три команды должны вылететь. Значит все правильно. Мы с вами посчитали. Три команды выходят. В первые две. Это прямое попадание. И с третьей по шестую будут бороться. Мы сейчас боремся. Хотя бы за попадание в шестерку. Мы сейчас на шестой строчке. Можно за четверочку зацепиться. Шанс у нас на это есть. Второй матч у нас. Хадрисфилд снова на выезде. Поехали. Итак. Замечательный стадион. Хадрисфилда приветствует нас. Наш выездной матч. Мы теперь боремся. Мы уже в шестерке. Мы теперь боремся за то. Чтобы здесь остаться. Мы можем хорошо закрепиться до четвертой позиции. Третья. Мне кажется это нам уже не посел. Вот. На две позиции можно еще подняться. Но у нас выезд. Хадрисфилд Престон поехали. Теряют значимых игроков. Здесь прям по ногам съехал Козловый. Это удаление. И это замечательно. Бакуна удаляется сразу же с поля. Ну вот. Это грубейшее. Сейчас за этот финт получил Козлов по ногам. Хотя у нас задача вообще была другая. И Айвазиан 1-0. Тридцать пятая минута. Престон выходит вперед на выезде. Отлично. Очень важный матч, друзья. Мы теперь в шестерке. Поэтому каждый гол у нас на вес золота. Да еще на таком замечательном стадионе. Да и в десятером играет сейчас Хадрисфилд. Поэтому надо забивать как можно больше. И ни в коем случае не проигрывать. Не упускать победу. Айвазиан левой ногой забивает этот гол. Сейчас узнаем какой на его счету на данный момент. Первый гол, кстати, Айвазиана. Поздравляем его с этим. Проходит дальше. Ох, как Козлов замечательно. Сейчас сделаем. Мельников. Мельников 2-0. Забивает Максим на 43-м минуте. Делает счет 2-0. Очень сейчас хорошо остановил Андрей Козлов защитника вот здесь. Отдал передачу на Максима. И тот правой ногой в дальний угол. Замечательно забивает. Хороший гол. Боевой. Очень много забивает Максим в этом сезоне. И седьмой мяч его в чемпионшипе. И все. Уверенная победа Престана над Хадрисфилдом. Хоть и Хадрисфилд играл в десятером, мы все равно смогли. Уверенно их победить 2-0. И это набор для нас очков. Это отлично. Забивали сегодня Айвазиан и Мельников. Мельников лучший игрок матча. Так, Хадрисфилд Престан всегда выиграет, будем опять говорить. Так, снова выиграли. Значит, мы второй раз уже обыграли Хадрисфилд. И они не создали проблем, потому что ни одного удара в створ не было от Хадрисфилда. Итак, смотрим. Мы сейчас на шестой строчке. Все так же одно очко у нас лидерство. Надо, чтобы лиц в Стоксити проигрывали. Мазаковский говорит, рад, что деньги. Давайте скажем, что он достойный этих денег. Вот так вот. И тренировка у нас очередная. Тоже прокачается. Но некоторые характеристики прокачались. Здесь Мишин, Вяткин, Гапонов, Буренков прокачались немного. Рейтинг, правда, не подняли. Буренков получает предложение. Вот, уже пошли, друзья, предложение у нас наконец-то. Буренков на трансфере, но мы его не будем никак продавать. В Португалию его зовут за 4 миллиона 600 тысяч. Вот видите его рыночную стоимость. Мы отклоняем. Я не буду продавать Буренкова. Он успокоится. Я ему обязательно подниму зарплату. Как только, так сразу. Шеффилд у нас на очереди. Посмотрим, на какой строчке сейчас идет. Это хорошая команда. Рядышком прямо с нами почти. Но придется нам с ними играть вторым составом. Потому что у нас дальше игра против Ноттингем Фореста. Они на первой. Против Брэндфорта мы будем играть тоже второй. Ну и против Челси первым составом мы сыграем. Так, останется сегодня несколько матчей. Сможет ли ваша команда выйти в дивизион выше? Мы будем биться до конца. Мы будем бороться все равно. Серия продолжится. 5 матчей, я так понял, мы не проиграем. Мы собираемся победить. Это действительно так. Мы начинаем. На выезде у нас снова игра. Будем играть в гостевой. И состав на ваших экранах. Вроде никто тут в рейтинге не поднялся. Чтобы меня сейчас быстренько посмотрю. Ну да, так все и остались. Поэтому так и оставляем. Поехали. Итак, выездной матч против Шеффилда. Надо нам теперь ни в коем случае не проигрывать. Набирать очки. Пытаться зацепиться за четвертую строчку. Буренков неплохо. Баунгартнер. Неплохо. И Скворцов. И это 1-0. Без офсайдный. Десятая. Даже. Нет, 11-ая. Все-таки минута. Скворцов забивает. Это 1-0. Мы снова выходим на выезде. Я так понимаю, у нас 3 уже матча подряд. Сейчас на выезде было. И в каждом из матчей мы выигрывали. Во-первых, забивали вроде первыми. Лута нам только смог сравнять. Если я ничего не путаю. Остальные все матчи у нас вот хорошо сейчас проходят. Ну и забивает Скворцов свой 10-й гол. Поздравляем его с этим достижением. Неплохо 10 мячей за сезон. Немногие забивают. Отобрал. Меломет. Скворцов 2-0. Скворцов забивает дубль. Мы его поздравляем. Его 11-й мяч в сезоне. Ну и Престон просто хорошо сейчас идет этот путь. Ну, шестую строчку мы уже заняли. Наверное, все-таки путь к четвертому. Сейчас путь в премьер-лигу. Все, 11 голов. Скворцов. Вяткин. Сейчас-то надо 3-0. 3-0. Престон обыгрывает Шеффилд. 70-я минута. Ярослав Вяткин забивает очередной гол. Очень хороший полузащитник. Практически как Мельников в первом составе. Только вот Вяткин во втором. Хороший гол сейчас получился. Отлично сыграл Скворцов. Голевую записал. Левой ногой забивает Ярослав Шеффилду. Сейчас узнаем, какой его гол. Шестой уже. Неплохо. И. Это пенальти все-таки. Ладно, лучше пенальти. Потому что сейчас уже мы там пропустили гол. Не засчитал. И вот Рушечкин здесь свалил кого-то. Пенальти есть шанс отбить. Кривохарченко для него это сухой матч. И отбивает Кривохарченко. Как замечательно сейчас все сложилось. Не засчитали тот гол, который был забить сейчас. Поставили пенальти. Ну и пенальти Кривохарченко для него это сухой победный матч. Разгромный 3-0. Поздравляем Кривохарченко с его сухарем. Но Скворцов забил дубль. Он лучший игрок. Замечательно все. Почему Раймакер так и не вышел? Команда прежде всего. Почему он должен выходить, если он в прошлом матче играл? Вот это вот странно. Скворцов забил дубль. Молодец. И можем дойти до конца. Не проигрываем очередной матч. Замечательно. Мы сейчас, друзья, с вами на пятой строчке. Лид сыграл в матче против Сток Сити. Сток Сити их обыграли. Так что мы опережаем сейчас Миддлсбору на 3 очка. То есть это шестая, можно сказать так, строчка. И Лид опережаем на 2 очка. И также эти 2 очка отставания у нас до 100. Но это замечательно. Пятая строчка. Не успел потренировать игроков. Первый состав у нас выходит. Матч против Нотингема Фореста. Играем мы наконец-то дома. Белая наша домашняя форма готова. Пасмурно в нашем стадионе. Но ничего. Поехали. Итак, очень важный матч. Мы попали на пятую строчку. Благодаря тому, что Сток Сити обыграл Лидс 2-1. И тем самым мы теперь на пятой строчке опережаем Лидс на 2 очка. Отстаем от Стока тоже на 2 очка. Нотингем Форест вроде как команда с первой строчки. Я давно не смотрел на таблицу. Сейчас может быть нам покажут. Матч интересный. Мы хорошо играли против лидеров. Фуха мы даже обыгрывали дома 1-0. В гостях мы проиграли им крупно 3-0. Раз мы дома сейчас, то мы должны обыграть Нотингем Форест. Тем более, первый состав у нас. Дальше у нас матч против Бристоля. Вторым составом выйдем. И потом у нас матч с Челси в полуфинале Кубка Англии. Вот так вот остается 3 матча у нас последних. Мы очень хорошо выступаем. Попадаем в стыковые матчи, я надеюсь. И будем играть. Покажут ли нам сейчас? Нет. Сильва. 4 гола в последних 3 матчах. Нападающий, я так понимаю, из Нотингема Фореста. Ну вот, в следующем матче, в следующем году будем играть против Фореста. Фулхама, наверное. Если так и закончится. Что-то меня прям так закрыли. Вы чего? Показать не надо. Нам ничего здесь, да? Ну не показывают. Ладно. Мы начинаем матч. Пресс-кон против Нотингема. Поехали. На Козлова. Козлов. Козлов. Пробить это 1-0. Перед самым перерывом, прессом выходит вперед. Обыгрывая Нотингем первую строчку. Козлов забивает очередной свой гол в чемпионате. Поздравляем его с забитым голом. Рады все болельщики. Потому что нам нельзя ни в коем случае сейчас проигрывать. Проиграем Нотингему. Даже в ничью сыграем. Потеряем очки. Нас уже может догнать, правда, лиц. Мы, правда, не вылетим из шестерки. Но все равно. Это обидно терять очки. Если мы можем обыгрывать. Мы играем еще и первым составом против них. Мы обязаны. Но все-таки обыграли вторым составом Манчестер Сити. Поэтому нельзя ни в коем случае проигрывать. Козлов забивает 15-й мяч. Минимальная победа над Нотингемом Форестом. Отлично. Очередная победа. Забивает у нас. Я что-то даже забыл, кто забил. Андрей Козлов забил, да. Не смог он забить еще один. Кучаев. 84 оценка. Лучший игрок матча. Поздравляем. Сегодняшняя нам продлила. Отлично. Победа. Победу до перерыва мы сделали. Ну, перед самым прям перерывом. Слуга игроков. Все, мы ответили. И что у нас сейчас? Мы на пятой строчке. У нас 2 очка. 2 очка до стока. 2 очка лидерства над лицем. 4, а, 6 очков над миддл с брону. Это просто, друзья, замечательно. Тренировка. Никто пока что вот не прокачался, к сожалению. В рейтинге только характеристики качают. Что там по бомбардирам? Ну, тоже здесь 16 мячей. Минимум. Ну, и 31 клич забил и злится. Неплохой результат. Ну, у нас игра, друзья, против Брэндфорда. Играем вторым составом. Брэндфорд находится, кстати, высоко. На 8-й, 9-й где-нибудь так, наверное. Брэндфорд. Брэндфорд на 13-й. Это я с Бристолем перепутал, да. Брэндфорд находится на 13-й строчке. 53 у них очка. Нам нельзя проигрывать, иначе мы пойдем на 6-ю строчку. Мне вот на 5-й это хорошо. Вот прям замечательно сидеть на 5-й. Если мы на 5-й, то мы, скорее всего, будем играть против лица. Если я ничего не путаю. Я не знаю, как это вообще будет, либо против стока. Вот, играем этим составом. Здесь никто в рейтинге, я так понимаю, не поднялся. Так что так все мы и оставляем. Будем пробовать, давайте сейчас, с Буренковым переподписать контракт. Не знаю, с какой частотой можно переподписывать контракты. Вы продлили уже. Будем пробовать, значит, после матча. С Челси уже. Часто, мне кажется, тоже не надо. Вы знаете, наша форма гостевая, домашняя Брэнфорда. Стадион. Курт Лейн не лицензионный. Ясно? Поехали. Итак, наш четвертый уже выезд за этот выпуск. Пока что у нас это пятый матч. Четыре матча мы выиграли. Причем, если я так ничего не путаю, три матча насухо. Один всего лишь мяч пропустили, и то против Лутона в первом матче. Но у нас Брэнфорд на выезде. Вторым составом мы играем. Потому что следующая у нас игра очень важная. Полфинал Кубка Англии. Баумгартнер на Вяткино. Вяткино 1-0. Выходим на 28-й минуте вперед на выезде против Брэнфорда. Отлично! Перед матчем с Челси у нас хороший сейчас задел. Мы 5 матчей подряд забиваем первыми. Ну, в этом выпуске, в прошлом, в мартовском, я не помню, как там матчи у нас были. Но пока что именно в этом выпуске у нас 5 побед подряд. 5! Это супер! Почему бы нам так не играть было в начале сезона? Я надеюсь, что мы сможем... Седьмой мяч забивает Ярослав. Я надеюсь, что мы сможем со следующего сезона хорошо себя показать, да и тем более выиграть в двухматчевом, я так понимаю, этом противостоянии либо в одном в стыке на Премьер Лигу. И какой гол забивает Вяткино, а? Это дубль Ярослава. В одно касание хорошим прострелом он замыкает передачу Масаковского вроде. И это 2-0. Какой гол забивает Ярослав. Это просто невероятно. Слет... Ну, касание, не с лету здесь. Хотя мяч вроде как летел. Нет, он катился прям по земле. Значит, удар в одно касание. Замечательно. Причем не куда-то мимо, а прям он прямым ударом полетел в ворота. Для Ярослава это 8-й уже гол. Поздравляем. Уверенная победа Престона над Брэндфордом. 2-0. Забил дубль Ярослав Вяткин. Поздравляем его с дублем. Это хорошее достижение. И он лучший игрок матча. Ну что же, Вяткин стал героем. Говорят, это действительно так. Победная серия. В этот раз мы обыграли. Значит, мы взяли реванш. Это отлично. Ну и все. Кривохарченко говорит, если он не будет играть. Он сейчас играл. Это странно. Он сейчас был на поле против. Он еще говорит всякие странности. Кривохарченко. 77-й рейтинг. Он сравнялся с Александром Довми. Это замечательно. Два у нас хороших галкипера сейчас получаются. Ну и у нас полуфинал. Кубка Англии против лондонского Челса. Играем на выезде. Буренков. Очередное предложение. Копенгаген. Ну это хороший датский клуб. 4-6 тоже предлагает. Копенгаген часто играет в Лиге Чемпионов. Ну и становится там чемпионом Дании постоянно. Так что хорошее предложение для хорошего нашего игрока. Я еще раз буду пробовать Буренкова. Когда это уже настанет, когда можно. Нет. Что там написано? Вы уже продлили контракт. Проводим пресс-конференцию. Играем первым составом против Челси. На выезде полуфинал Кубка Англии. Кучаев в хорошей форме, говорят. А на всех ложится ответственность. Ну действительно. Игроки в порядке. Все. Мы готовы на Стэнфорд Бридж играть. Это вроде мы первый раз играем против команды из АПЛ. На поле из АПЛ. Вот так вот. Потому что Манчестис Сити приезжал к нам. Поэтому не получилось нам побывать, так сказать, на настоящем английском стадионе. АПЛовском. Ну вот это наш первый шанс. Играем на выезде первым составом. Ух, Тиму Вернер еще. Вот он наш первый состав. Легендарный. А, на Вембли мы играем даже. Я-то думал, да, тут полуфинала. Я забыл, что начинаются они с Вембли. Тут два полуфинала и финал на Вембли. Я думал, еще полуфинал мы сыграем на Стэнфорд Бридж. Но нет. На Вембли, так на Вембли. Поехали. Итак, разминаются игроки Челси. Я откуда знал, что в Челси пришел Тимо Вернер. Здесь есть и Джорджиньо. Ковачи здесь есть. Есть Канте. Теперь еще и Вернер. Очень сейчас будет тяжело нам играть против них. Кепа еще на воротах. Но замечательное оформление. Челси против Престона. Кубок Англии. Полуфинал в четверть канале мы вынесли. Манчестер-Сити через дополнительное время. Конечно, 2-1. Не знаю, что будет сейчас. Но мы глянем на состав Челси прямо сейчас. Кепа ворота. Холонца, Романьоли, Ругани, Запакоста, Канте, Ковачи, Джорджиньо, Хадсон, Адой, Вернер и Уильян. Это прямо боевой состав у Челси. Нигде нету здесь каких-нибудь промежуточных позиций. Здесь прямо все из основного состава. Матвей. Романьоли его прям срезает. И получает у нас Матвей травму, к сожалению. Козлов. Отлично, Кучаев. На Ярослава с травмой. Ой, на Матвея. Матвей. Матвей забивает лондонскому Челси на выезде. Отлично. Полуфинал Кубка Англии. Матвей получил там небольшое повреждение. Против него Романьоли, я так понял, срезал его. Но в следующем же моменте он останавливает здесь, я так тоже понимаю, Романьоли и забивает ворота Кепы. Матвей только недавно вообще из второго состава попал в первый. Благодаря тому, что он обогнал в рейтинге Ефремова. Поэтому он теперь играет в первом составе. И вот так вот он забивает лондонскому Челси. Мы снова забиваем первой команде. В этом выпуске вообще уже шестой матч мы забиваем первыми. И забиваем второй раз. Мы уже первыми. Ворота команды из АПЛ. Манчестер Сити мы тоже забивали первыми. И вот Матвей получает травму. Неплохо. Вернер. И Виллиан все-таки нам забивает. 1-1. Снова мы пропускаем от команды из АПЛ. Они снова сравнивают против нас. Это обидно. Это очень обидно. Причем, что я сдерживал Виллиана, но он все равно один его удар. Все и решил. Отлично. Козлов на Айвазиана. Айвазиан с мячом пробивает. 2-1. Челси проигрывает Престону. Но мы снова забиваем второй мяч английским командам из АПЛ. Это просто замечательно. В выходе мы, причем, забили впервые два мяча за один именно матч за 90 минут. Потому что Сити мы все-таки забили там уже в дополнительное время. Но Айвазиан замечательно ушел от подката. Ты понимаешь, это Ругани здесь был? Да, стыдился в подкате. Ну и замечательно. Левой ногой Айвазиан практически перебрасывал вместе с собой кепу. И этот мяч. Отлично. 54-ая минута. 2-1. Престон практически уже в финале Кубка Англии. Победа Престона в полуфинале Кубка Англии на Челси. Мы за основное время смогли забить два мяча. Забил у нас получается Айвазиан. И забил Матвей Мишин. Замечательная победа. 2-1. Мы пропустили от Виллиана. Константин Кучаев лучший игрок. Доминировали мы практически по ударам над Челси. И заслуженно попали в финал. Тоттенхэм. Жди. Тоттенхэм может выиграть свой долгожданный турнир, так сказать. Трофей. Но они вылетели в... Проиграли, точнее, в финале Лиги. Вот это вот Кубок Английской Лиги. Вот это ФЛ Кап, так сказать. Кубок Карабао. Они там проиграли в финале Ливерпуля. С счетом 3-1 вроде. Надеюсь, что здесь мы их тоже сможем обыграть. Но Тоттенхэм это серьезная прям команда. Это финалист прошлой Лиги Чемпионов. Вы добились победы. Мы доминировали. Действительно, как я и сказал, по ударам Кучаев не будем терять голову. Это мы на ответили. Нужно сосредоточиться на следующем матче. Действительно, спасибо. На этом вопросы окончены. Призовой фонд. Что у нас там? 2 миллиончика нам добавили. Мы сейчас там вообще в плюсе или нет в офисе? На 19 миллионов мы прибыли. Принесли руководству, клубу. Это просто невероятно. Итак, проводим тренировку. У Гапонов здесь Кривохарченко качаются. Мы сейчас на шестой строчке, как вы видите, матч. Потому что у нас был сейчас именно с Челси. Хотя другие команды играли. Так что надо нам обыгрывать следующую команду. Набираем, если побеждаем 92 очка. Все так же у нас и будет. Сток и лиц пока что не проигрывали в матчах. Буренков могут взять его в Саудовскую Аравию за неплохие такие 5,5 миллионов евро. Это неплохо действительно. Но у нас концовка уже месяца. Что здесь? Еще одно. К-агент в Бельгию. 4,600. Хорошие прям команды предлагают. Европейские именно. Но мы завершаем этот выпуск. Еще одно предложение по Буренкову. Да что же такое? Андерлехт. Теперь вот это вот действительно хорошая команда. Бельгийская. Мы никуда его не отпускаем. Все. На этом мы заканчиваем наш выпуск. Отыграли очень много матчей. Целых 6 матчей отыграли. За выпуск в следующем будет 3. Потому что Бристоль, Бирмингем и Тоттенхэм. Наверное всеми, я так понимаю, можно ли нам сейчас играть первым составом. Да, действительно можем играть первым составом. Так что будем против всех играть первым составом. Чтобы не потерять очки нигде. В следующем выпуске мы также будем пробовать искать игроков, у которых заканчиваются контракты с вами. Почему бы и нет это сделать в ролике. Я бы поискал. И тех, кого бы нашел. Тем более, я думаю, принять изменения вот такие. Напишите в комментариях, можно или нет. Если мы берем какого-нибудь футболиста. Не российской национальности. И покупаем его. Либо берем его бесплатно. То есть не тратя никаких денег. Так сказать, свободным агентам. Взять его на сезон. Потом через этот сезон его и продать. Либо все-таки там вы уже будете в комментариях решать. Оставлять его на совсем до завершения карьеры. Либо до того момента, когда у него возраст. Все такое его надо будет продавать, чтобы получить хоть какие-то ценевые деньги. Это вы будете сами решать. На этом мы завершаем. С вами был Андрей. Канал Футбол. Это жизнь. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши видео. С вами был Андрей. Канал Футбол. Второй раз повторяем. До новых встреч, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok